Добрый день, дорогие друзья и любители путешествий! В преддверии своей поездки я подумала о том, что каждый раз у нас с вами возникает вопрос о том, что же брать с собой в чемодан. Сегодня я хочу снять об этом видео. Если мы с вами готовы, поехали! Перед тем, как начать сборы, я предлагаю вам ответить для себя на несколько вопросов. Во-первых, на сколько дней у нас поездка? Это будет более длительный, продолжительный отдых или это будет короткий уикенд? Потом задайте себе вопрос, это я лечу в другую страну, это будет заграница или это страна, в которой я живу? В этой стране вообще жарко или холодно? Это тот бы вопрос, который у меня стоял в пункте номер три. И что бы еще хотелось отметить, это какая у нас цель поездки? Это может быть командировка, это отдых, может быть, вы будете кататься на лыжах или посещать какие-то достопримечательности, это будет экскурсионный тур. Моя цель поездки – отдых. Если вы ответили тоже для себя на поставленные вопросы, предлагаю идти дальше. Что я делаю, когда собираю чемодан или готовлюсь собирать? Я разделяю все вещи на несколько подкатегорий. Мне это очень помогает. Первая категория – это одежда, потом пляж, можно объединить два в одном, затем у нас документы или деньги, дополнительное снаряжение, аптечка, электроника и личная гигиена. Первый пункт – это одежда, и он, как правило, самый сложный, особенно если вы девочка. При сборе чемодана помните о том, что, особенно если у вас большой чемодан, что если вы набьете вещами 100%, то я вам гарантирую, это проверено на личном опыте, что половину из этих вещей вы не оденете. Поэтому старайтесь компоновать вещи так, чтобы из одной-двух вещей получалось максимально большое количество комплектов. Если вы летите даже в теплую страну, я предлагаю вам все-таки взять с собой хотя бы одну более теплую вещь. Для чего? Потому что если вы вдруг соберетесь подниматься куда-то на какую-то более высокую точку, там на гору или в какую-то такую горную местность, то вам обязательно пригодится теплая вещь. И опять-таки по вечерам морской бриз может быть прохладным. А с нашей белорусской неустойчивой погодой может пригодиться еще и на обратном пути. Не забывайте о купальнике или даже двух, о парео или тунике, шлепанцах или босоножках. Также не забывайте головной убор. Если у вас в отеле нет или не предусмотрена концепция пляжные полотенца, то моя рекомендация, лучше возьмите небольшое с собой. Потому что, как правило, многие туристы могут брать полотенца, которые есть уже у них в номере. И, знаете, после душа песчаным полотенцем вытираться не очень приятно, поэтому лучше потратьте на это небольшой кусочек места в вашем чемодане. Что хочу сказать по поводу обуви. Большая к вам просьба. Отдавайте предпочтение удобной, легкой обуви и желательно уже ношенной, потому что новая пара доставит, как правило, вам массу неудобств. И еще мой совет по чемодану, по сбору вещей. Не забивайте место в чемодане вечерними нарядами и каблуками. Лучше оставьте место для покупок в стране. Переходим с вами к деньгам и документам. Для авиапутешествия нам с вами понадобится квитанция электронных авиабилетов или их оригинал. Нам понадобится обязательно ваучер на заселение в отель. Нам понадобится самый главный документ. Это наш паспорт. И не забывайте про страховой полис. Напоминаю вам о том, что если у вас на руках квитанция электронных авиабилетов, оригинал вы сможете получить на регистрации уже в аэропорту при предъявлении паспорта. Если вы летите с ребенком и этого требует страна вашего пребывания, не забывайте оригиналы документов, подтверждающие разрешение на выезд. Все документы, необходимые вам для поездки, лучше ложить с собой в ручную кладь. Также моя вам рекомендация, если вы собираетесь по стране передвигаться или посещать какие-то экскурсии, сделайте, пожалуйста, копии ваших документов. Сделайте копии паспортов, ваучеров на заселение, потому что случаи бывают разные, и в случае чего вы просто сможете показать свой ваучер таксисту и добраться до вашего отеля без лишних вопросов. Также не забывайте, если хотите брать машину на прокат, чтобы у вас были с собой права. Моя рекомендация также не забыть блокнот и обязательно ручку, потому что при пересечении границы вам понадобится заполнить миграционную карту, и собственная ручка придется как нельзя кстати. Хочу с вами поговорить также о ввозе денежных средств. Без декларирования можно провести авиапутем до 10 тысяч долларов. Но если вы не планируете таких крупных покупок, то переживать вам не о чем. Моя к вам большая рекомендация и даже просьба, не везите все деньги на карте. Пускай лучше у вас будет часть наличности с собой, потому что очень много раз сталкивались с тем, что в банкоматах в иностранных государствах наши карты выдают ошибки, и туристы остаются просто без денег и с испорченным настроением. Но при расчетах в магазинах, в дьюти-фри карточки работают идеально, поэтому, пожалуйста, берите с собой какую-то часть в ручную кладь. Переходим к дополнительному снаряжению. Здесь я вам предложила несколько идей. Если у вас долгий перелет, то маской беруши будет просто незаменимой вещью. Также подушка для перелетов, тоже очень классная вещь. И чтобы хотел вам еще предложить, обязательно возьмите с собой солнечные очки. У меня вот в таком чехле. Плюс в том, что вы можете положить его в сумку и больше не переживая, что с вашими очками случится, что вы их привезете в каком-то не таком виде. И плюс у меня даже он прикрепляется к сумочке. Сейчас я вам покажу. Вот так можно хранить очки. Очень удобная вещь. Что еще нам может пригодиться из дополнительного снаряжения? Обязательно берите с собой влажные салфетки, носовые платочки. Это то, что может точно пригодиться в дороге. Что бы я еще вам хотела предложить взять обязательно, это фен или плойка. Опять-таки, если вы девочка, уточните у вашего турагента, если в номере фен. Если он есть, то ввести его не обязательно. Но если у вас так же, как у меня, стрижка, то эта вещь вам точно пригодится. Еще бы к дополнительному снаряжению я бы отнесла пленку для багажа. Сейчас я вам расскажу, что это за штука. К сожалению, я вам не покажу. У меня просто огромная бобина этой пленки. Я много путешествую. Но если вы тот человек, который не хочет оборачивать в аэропорту пленкой багаж, а в аэропорту он всегда оборачивается только за деньги, вы можете сделать такой маленький лайфхак и взять эту пленку с собой. Обычная пищевая пленка, это небольшой рулончик, которым вы можете уже по приезду в аэропорт обернуть ваши вещи и положить в боковой кармашек чемодана. И опять-таки, на обратном пути сделать то же самое. Для чего нужна она пищевая вообще пленка? Для чего мы оборачиваем багаж? В случае, если вы везете какие-то жидкости, большие объемы, может быть, вы заворачиваете алкоголь в ваш чемодан, или это делают другие, тоже как вариант, чтобы ваш чемодан при этом не пострадал и не пострадали чемоданы других. То есть, в пленке вся косметическая продукция, какие-то жидкости, все скатится и чемодан останется сухой и чистый. Поэтому вот такая моя рекомендация. Несмотря на наличие медицинского полиса, я всегда беру в чемодан какой-то минимальный набор аптечных средств. Помните, пожалуйста, о том, что если вы страдаете хроническим заболеванием, а это не страховой случай, берите с собой обязательно для этого случая таблетки. Если вы принимаете эти таблетки по часам, то их даже можно проносить с собой в самолет, но только при наличии справки от вашего лечащего врача, а также рецепта на это лекарство. Все остальные аптечные средства, просьба, пожалуйста, ложите в багаж. И помните о том, что другая страна – это другая страна. Какой бы у вас не был крепкий желудок, пища там все равно другая. Поэтому обязательно берите с собой желудочно-кишечные лекарства, лекарства от спазмов, температуры, головной, зубной боли и также лейкопластырь. У меня он есть всегда в сумочке. Девочки меня поймут. Из электроники предлагаю вам не забыть такое незаменимое средство связи сейчас, как телефон, фотоаппарат, если он вам необходим. Не забывайте, пожалуйста, для них зарядные. И если у вас страна предполагает напряжение в сети меньше 220 вольт, не забывайте, пожалуйста, переходники. Если вам с собой необходим для работы или для каких-то других целей, ноутбук или планшет, пожалуйста, это тоже можно брать с собой. Не забывайте так также запасные батарейки, аккумуляторы, флешки, если они вам необходимы. У меня к вам очень большая просьба. Не ложите никакую крупную технику и легко бьющуюся технику, типа ноутбука или планшета в багаж. Ни в коем случае. Только в ручную кладь. Если вы везете с собой уже используемую вещь, которая шла в обиходе, то есть ни новую, ни с чеком, то декларировать ничего не нужно. Почему я вас прошу не ложить в багаж такие хрупкие вещи? Я объясню, потому что часто при транспортировке багажа и погрузке в самолет недобросовестно обращаются с багажом и погрузка, ну скажем так, не очень мягкая для наших вещей. Поэтому, чтобы не произошло порчи вашей техники, берите, пожалуйста, все с собой в ручную кладь. Переходим с вами к личной гигиене. И тут, как и в одежде, у нас достаточно большой аспект от того, что нам нужно взять. Что из основного? Щетка, паста, расческа, дезодорант, заколки, резинки, ваша декоративная косметика, шампунь, бальзам, гель для душа, крем для тела. Все это можно брать с собой. Можно как ручную кладь, так и в багаж. Сейчас об этом тоже подробно расскажу. Помните, пожалуйста, о том, что во многих отелях, как правило, гели для душа, шампуни, бальзамы, это все есть. Но если вы, как и я, привыкли пользоваться своими средствами, то здесь очень две классных есть вещи. Во-первых, все продается во многих косметических марках, все продается в тревел-версиях. Сейчас я вам покажу мою тревел-версию зубной пасты и щетки. Вот так она выглядит. Продается в любой аптеке. Очень классно, удобно и занимает меньше места в чемодане. Если вы не хотите брать с собой в багаж большие бутыли шампуни или гели для душа, просто супер находкой являются вот такие дорожные наборы флаконов. Это флаконы до 100 мл. Они здесь и для спреев, и для жидкостей, и вот такие баночки для кремов. Здесь в наборе есть лопатка. То есть вы любой свой крем можете переложить и, пожалуйста, вам пользуйтесь. Почему до 100 мл? Потому что, если вы берете с собой вручную кладь, это максимальный разрешенный объем жидкости, который можно провести. Сюда же мы опять-таки ложим обязательный маникюрный набор. У меня маленький, компактный. В принципе, вам советую приобрести для дороги такой же. Также вам хотела сказать о том, что не нужно брать с собой полноразмерные версии духов либо парфюмерной продукции. Сейчас опять-таки можно все приобрести в тревел-версиях, но если вы хотите обязательно взять свою полноразмерную большую 100 мл бутылочку, пожалуйста, не забывайте опять-таки ложить ее только в багаж. Я вам покажу. У меня есть вот такие тревел-версии. Очень удобная штука, занимает мало места. И можно брать вот такую, можно брать и в самолет. Помните, пожалуйста, о том, что с собой в самолет можно брать ручную кладь, если она не превышает по объему ту полку, которая есть в самолете сверху. Значит, ваша, я напоминаю вам, что ваша ручная кладь не должна содержать никаких спреев, жидкостей, аэрозолей, никаких, не дай бог, колющих, режущих предметов, никаких там пилочек, ножниц, ничего. Все только в багаж. Иначе придется на таможенном контроле оставить все это дорогим товарищам или отправить это все в мусорку. Также помните, с собой нельзя брать никаких жидкостей больше 100 мл. Все это заставит выкинуть, если вы введете с собой воду, будете пить на контролях. Если вы не уверены, что в зоне дьюти-фри будет что-то для вас, вы можете взять алкогольную продукцию с собой. Если мы берем алкогольную продукцию с собой, мы ее ложим только в багаж. Не забываем ее хорошо уворачивать. И напоминаю вам, что такого рода продукцию может провести только лицо старше 18 лет, если другое не предусмотрено законодательством страны, в которую вы летите. Если мы берем какую-то продукцию алкогольную с собой, то мы можем брать только 1 литр крепкого алкогольного напитка и 2 литра что-то вроде вина или подобной продукции, которая не столь алкогольная. Обратно мы можем вывозить из дьюти-фри 3 литра. Про дьюти-фри напомню вам, что если мы что-то приобретаем, это обязательно должно быть упаковано и не должно вскрываться в самолете. Обязательно сохраняйте с собой чеки, которые вам дают в дьюти-фри, потому что их могут спросить на любом из контролей, и вам нужно будет их предъявить. Если вы курите, то с собой можно взять обязательно в чемодан 200 сигарет или 250 грамм табака, если, например, это у вас курительная трубка. Я вам напомню, что общий вес багажа у вас на одного человека составляет 20 килограмм. Пожалуйста, не превышайте его. Каждый килограмм оплачивается дополнительно в зависимости от того, какая у вас авиакомпания, в зависимости от того, сколько вообще вы перевесили. Как правило, 20 килограмм очень даже хватает. Ваша ручная кладь не должна превышать 5-8 килограмм, опять-таки, в зависимости от авиакомпании. Вот, друзья, мы с вами и собрали чемодан. Насыщайте свою жизнь положительными эмоциями, путешествуйте. Увидимся с вами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok